Рад вас приветствовать, мои дорогие поклонники. Сейчас я нахожусь на первом этаже одного здания в одной из больших комнат. Можно сказать, что это не комната, а большой зал, где производится ремонт. Вот, могу вам показать, посмотрите, пожалуйста. Что я хочу сказать. Два месяца меня не было в моей родной части. Как она называется, я думаю, вы догадываетесь. Лишний раз я не буду говорить, что это за часть. Тут я оставил музыкальные инструменты. Когда-то я играл на баяне, был самоучкой, вышел на довольно-таки высокий уровень игры на этом прекрасном инструменте. Также у меня была скрипка. Ну, все эти инструменты я оставил на попечении людей, которые заверяли меня, что они действительно позаботятся о том, чтобы ничего не пропало, что они поставят их в соответственное место. Ну, получилось так. Получилось так. Что приехав, через два месяца в свою родную часть, я зашел туда, где находились эти инструменты. И заметил, что их там нет. Сказали, что они где-то уже на первом этаже, что их там послаживали. Ну, что, хочу вам показать, что осталось у меня от баяна. Видите, баяна нет. Осталась только сумка. Слава богу, что кроме сумки еще вот книги, которые я купил. Книги. Это вот, например... Например, так... Школа игры на баяне. Это те произведения, которые я переигрывал. Слава богу, что хоть это осталось. Не знаю, куда я еще должен это все забирать. Потому что будем ехать на полигон. Потом в зону АТО. Ну, как-то я их спрячу, чтобы оно не пропало. Потом купил еще одну книгу. Это книга «Чешский язык для русских». О, для русских. Но я украинец. Вот. Слава богу, и она. Находится тут, где она находится. Кроме музыкальных инструментов, мне украли, конечно, ноутбук. Что я хочу сказать по этому поводу. Что доверяя определенным людям, получая от них обещание побеспокоиться, например, о личных вещах, в конце концов, ты видишь то, что твои вещи пропадают. Тут вывод напрашивается сам собой. Никогда не оставляйте свои вещи без присмотра в армии. Вообще, лучше их не брать. Лучше обходитесь необходимым. А все остальное оставляйте дома. Слава богу, что у меня хоть не украли этот телефон, по сравнению с тем, как их воруют сослуживцы друг у друга. И хоть с помощью этого телефона я могу набирать определенные тексты в варде и посылать их, например, в социальные сети. Контакты, Одноклассники, Фейсбук и им прочие социальные сети. Конечно, обидно. Много неразрешимых проблем, которые надо разрешить, существует в нашей армии. Где воровство должно пресекаться на каждом шагу, хотя это не делается. Где элементарная человечность, она утратила свой нормальный облик. Где мораль настолько стала низкой, хамелеоновской, можно сказать, бандитской. Что просто уму непостижимо дорогие мои поклонники, друзья и товарищи. Да, действительно, попадая служить, пусть будет срочником или по контракту в армию. Ты соприкасаешься с той жестокой обыденной реальностью, которая существует именно тут, вдалеке от твоего дома. Вдалеке от тех комфортных условий, которые тебя когда-то окружали на гражданке. И если бы этот период длился месяц, два, три, но подписывая контракт на три года, идя служить в армию на полтора года, ты понимаешь, насколько твоя жизнь становится зависима от всякого рода подлости окружающих тебя людей. Где потыкается, можно сказать, даже командованием или просто обычными людьми поступки, которые... Так, что там? Думал, что за мной кто-то следит. Ну ладно, на этом я свою трансляцию заканчиваю, заключаюсь. Всем пока, счастливо, до встречи.